Здравствуйте, гусары, пацаны, девчата. Витя, хочу тебе задать такой вопрос. Почему за рубежом презервативы раздают бесплатно? А у нас презервативы стоят охренительных денег. Ты видел, сколько презервативы стоят? Их просто так хуй купишь. Ну я не знаю, но тогда вау нет. В Савдепе можно и дешевле купить. В Савдепе они в аптеках продавались, лентами пулеметными. Да, ты покупаешь. Восьми уголок от, это как его называют, купил яблок, уголочек, купил и завязал ее. Не понял, целлофановый пакет нахуй натянул? Я не говорю. Я не понимаю, вообще-то я считаю, что это женщины должны покупать презервативы. Что-то непонятно. Женщины работать должны и презервативы покупать. Ну, естественно. Вот, если ты хочешь с ней потеребунькаться и так далее, тому подобное, это женщина должна быть. А, то есть ты там ни при чем, это она должна себя обезопасить. Да, естественно. Нет, извини, но я так считаю. Это львиная доля. А я-то, видишь, думал, что презерватив нужен, чтобы какой-нибудь хернью не заразиться. Я тебя умоляю, ех ты, хоть ты, блядь, гидрокостюм на себя одень. Короче, ты ответить на этот вопрос не можешь. Почему они у нас такие дорогие? А при чем здесь дорогие и недорогие они? Презерватив должна покупать... Ну, вот, женщина должна покупать, а не парень. Так, подожди, я не пойму ход твоей мысли. Вопрос был, блин, почему за бугром раздают презервативы бесплатно, а у нас они стоят охренительных денег? Тогда я не... Да нет. Чего нет? Я на... Нет, на стороне... Как? Если берем мы Европу, вот, они раздают, да, презервативы. И плюс, если брать Европу, они раздают и маски. Все это хренатень. Так почему бы у нас бы маски не раздавали, презервативы тоже? Маски раздают. Где? Как? Пожалуйста, вот здесь артывичок. И там маски раздают? Да. Я сейчас пойду, зайду, посмотрю. Не, ну, могут дать маски. Могут дать пизды там, наверное. Я не понимаю, Жень, ты говоришь, как? Парень... Не, я не понимаю, вот, послушай, у нас, блин, такая богатая страна. Почему бы нам просто не раздавать, блин, презервативы и маски? Что, Европа богаче, чем мы? Не, понимаешь, не состыковка какая-то. Я понимаю, понимаю, о чем ты говоришь. Но, я не понимаю, вот это хренатенько. То есть, получается, вот, допустим, смотри, допустим, даже если возьмем вот такую тему. В Европе, допустим, презервативы раздают, там, типа, они таким образом, как бы контролируют, блядь, ну, больных спидом, да, чтобы там, допустим, не заражались дальше спидом. Так у нас же спидом болеют, блядь, не меньше, блядь. Да и наибольшие еще. Ну, а какого хера-то презервативы не раздают, блядь? Не знаю. Может быть, кому-то выгодно, блядь, чтобы все болели тут спидом, блядь, чтобы, блядь, торговать этими презервативами втридорого? Так что ли получается? Во-первых, пивы не это, невыгодные. Или у нас резины мало? Резины хватит, блядь. Они, он никак покрышки, блядь, зарыть не могут никуда, блядь, кром заваленный этими покрышками. Резины много. Слушай, мы, это как у вас, пацану, в прошлое, это как, по-моему, перед Новым годом покупали проституток. Я отвечаю, мужчины, ёпта, я все пробовал, балда, ёпта, я здесь в 80, да, в 18, ёпта, я моя балда, ёпта, я там еванушка. Гораздо больше, ёпта, я хоть в стакан, блядь, оббивай об неё, ебать того мента, ёпта, я охуеваю, ёпта, блядь, у меня балда. Ну, давай, привози, блядь. Там миньет только с презервативом, вот, такая хуйня. И то покупали, ну, вот, мы покупали, да, ты прав, сказал, мы, сколько ж одноважно денег-то, ёпта, полторы тысячи за час, в смысле, я имею в виду миньет и оба, к нами на куня, и плюс ещё 500 рублей на презервативы, да, ты прав? Ну, я ж тебе говорю. Это ужас. Да какая раздаица свои купил её. О, она её, отрезала это, как у отварежки. Не, есть, конечно, дешёвые презервативы, невидимка. Это шо это? Ну, там вот они продают китайские, вот эти какие-то вообще, блядь. Я имею в виду презерватив Гантекс, которые там проверены, там, лазерной хуйнёй там сей. А китайские там опасно, блядь. Может, блядь, а них там ещё какая-то зараза, этих китайских. Ну, я не знаю, с кем, но... Я как-то видал презервативы, как они их делают в Китае, на какую-то палку натягивают, там, блядь, искатывают их, блядь. Наймолку, блядь. Сейт какой-то хуй там на палку, палку натягивают их. Их скатывают и в пачечку ложат. Не, подожди. Презерватив, во-первых, я так считаю, что если ты покупаешь девушку, ну, в смысле, она сама должна купить их где-то, ёпта, и там, кандоны и так далее. Не, ну, а допустим, вот ты хочешь бабу, блядь, а у бабы денег нет на презерватив, что вот ты будешь делать? А нахуй такая баба нужна? Без презерватива? А тебе ж охота ей влупить. Ну, знаешь, бабскую штольню ей, ёпта. А там что, без презерватива? Так вы с ней клизму сделаете? Блядь, ну ты вообще везде. Клизматор, блядь. Витяцкий клизматор. Адская штольня. Блядь, да, Витёк, серьёзно. Ну, извини, ты правильно сказал. Вот, если, ну, если это как у бабищи, ты покупаешь девочка, которая приходит к тебе домой, или кого-то ебёшь. Она обязана иметь с собой её, ну, в смысле презерватив. А если ты уже её ебёшь в полный контакт, ну, в адскую штольню, ёпта. Да, у неё должна быть клизма, я тебя понял. Ну, да, это обьянно. Жаба, она дошла, ну, жабы ей. Всё понятно. Это были уроки секса с Витей Самокин. Хорошо не с Малахой. И не с Анфисой Чеховой. Наши девки лучше ваши полосатые трусы. На пизде три волосины, как у Гитлера усы.